Сорванные крыши и облицовка домов, застрявшая техника. Вот такой результат разбушевавшейся стихии в регионе. Какая погода ждёт жителей округа в ближайшие дни, а также как устраняют последствия штормового ветра, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. В полной готовности. Сотрудники чистого города встречали непогоды во всеоружии. Заблаговременно были созданы аварийные группы, поэтому последствия шторма устранялись достаточно быстро. На уличной дорожной сети города Наримара, то, что у нас находится в оперативном управлении, было повреждено порядка 70 дорожных знаков, один светофорный объект, ну и, соответственно, множество перемётов, снежных заносов. Это как и автомобильные дороги в центре города, так и междурывые проезды в частном секторе и тротуары. На сегодняшнее утро работают три бригады по восстановлению дорожных знаков. Цветофорный объект уже восстановлен, продолжаем расчистку тротуаров, автомобильных дорог и междурывых проездов, а также обработку автомобильных дорог противоголовливым материалом. Штормовой ветер нанёс ущерб линии электропередач, а также некоторым общественным местам. И очень сильно повредилась ветром смотровая площадка, которую мы сделали в рамках комфортной городской среды. Естественные условия её так отвандалили, как ни делал никто из, скажем так, двухруких и двухногих, некоторых наших, которые там бывает, что ведут себя непотребно. Вот это, пожалуй, наиболее. Ну, конечно, было очень много занесено улиц, переходов снежных на пешеходных переходах до двух метров достигали. Но к утру техника работала до 12 часов, ну и также уже с 6-7 утра опять приступили к расчистке. Поэтому, ну, действуем по тем планам, которые опыт есть, понимание есть, что делать. Диспетчерская служба муниципального предприятия второй день принимает множество заявок от жителей города. Большинство отключения уличного освещения было, значит, тоже на текущее время уже всё восстановлено. Ну и множество заносов автомобильных дорог. Только вот на это были заявки. Штормовой ветер повредил также и внешнюю облицовку многоквартирных домов. У нас последствия самые незначительные на сегодняшний день. И хорошо, что это всё обошлось так. Ну, как всегда, мы понимаем, что перед стихией мы просто какие-то крошки. Ну, у нас, да, пострадал фасад двух домов. Ну, пару плиточек отвалилось, просто облицовочных, и всё. Ну, то есть это быстро восполнимые потери. Произошёл частичный срыв и залом нескольких металлических листов кровельной надстройки на здании Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Дети и работники не пострадали. Срыв нескольких металлических листов скромливого многоквартирного жилого дома на Ринмаре по адресу улица Ленина, дом 35Б. Пострадавших нет, несущие конструкции кровли не пострадали. Жизнедеятельность жильцов не нарушена. Частичный срыв шиферных плит с кровлей администрации муниципального образования Колгоевский сельсовет. Пострадавших нет, несущие конструкции кровли не пострадали. Также в период непогоды сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на автодорогу на Ринмар-Усинск, где эвакуировали людей, чьи автомобили попали в снежный занос. Напомним, что автодорога на Ринмар-Усинск закрыта для передвижения всех видов транспорта. Перед выездом на автозимник стоит заблаговременно ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие несколько дней и уточнить информацию о функционировании у подрядчиков или на сайте главного управления. Также обращаем внимание на необходимость соблюдения требований всех знаков, установленных возле автодороги и табличек. К слову, штормовой ветер будет сохраняться еще в ближайшие дни. Штормовая погода по городу Нарьинмар и по Ниньскому автономному округу сохранится еще в течение двух дней. 2 марта будет облачная с прояснениями погода. Небольшой местами умеренный снег, метель. На северо-востоке округа будет без существенных осадков. Ветер будет южных направлений 8-13 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке, северо-западный и западный будет ветер силой 5-10 метров в секунду. А температура ночью составит минус 5-10. Восточной половине округа минус 13-18. И при прояснениях температура воздуха будет достигать минус 25 градусов. При штормовом ветре необходимо четко следовать следующим рекомендациям. Все окна домов плотно закрыть. Убрать с балконов и лоджии предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Нельзя находиться вблизи деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность. Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.